В дискурсе можно рассматривать как в целом концепт, понимание, понятие какое-то. То тогда фрейминг — это как бы метод того, как мы можем регулировать дискурс. Фрейминг, оно так и не переводится на русский язык, насколько я поняла. То есть это концепция социальных наук, общественных наук. То есть политология, социология, антропология и так далее. И также это очень важный термин в СМИ, в журналистике или в массовых коммуникациях. То есть фрейминг — это теория, согласно которой объясняет то, как мы познаём мир. И не только познаём мир, а вообще как мы видим и как мы потом репродуцируем или воспроизводим этот мир. То есть мы воспроизводим этот мир через фреймы или рамки. То есть фрейм можно перевести на русский язык как «рамка». То есть изначально и в принципе эти рамки можно понять как стереотипы. То есть в каком-то плане изначально эти рамки или стереотипы имели положительную роль, конструктивную роль. Потому что если бы у нас не было этих рамок, то каждый день был бы для нас новым днём. «О, дивный новый мир!» То есть каждый день мы бы такие «О, что это такое? Рука, люди, зубная паста, как пользоваться зубной пастой и так далее». То есть всё это, всё, что мы научились, все наши знания, которые у нас есть, они записываются, может быть, уже в принципе на подсознательном уровне. И вот это и есть, это наши фреймы, это наши рамки понимания. Это помогает нам не тратить нашу когнитивную энергию, энергию мозга в каком-то плане, энергию познания на то, что уже в принципе нами поздно, то, что нами пройдено. То есть это основано на опыте, возможно. То есть изначально это основано на опыте, но потом дальше оно упрощается, и мы уже основываем наши фреймы не на опыте, а на том, что мы получаем из других источников. В частности, это то, о чём нам говорят наши родители изначально, что говорят нам наши воспитатели в детском саде, наши преподаватели в школе, наши преподаватели в университете, наши сверстники, наши коллеги. То, что идёт на нас со всех сторон из радио, из телевизора, из кинотеатров, из книг, из журналов, из всего. То есть в принципе весь мир является источником информации вокруг нас, и он постоянно говорит нам, как относиться к определённому явлению. То есть опять-таки, если мы говорим, так как мы говорим про гендер и сексуальность, то я буду говорить про фрейминг гендера и сексуальности. Опять-таки возьмём те же самые шутки. Это тоже форма фрейминга. Каждый раз, когда мы читаем в «Комсомолке», в «Комсомольской правде» какую-нибудь шутку, которая принижает достоинство женщины, это в принципе фрейминг, потому что человек читает, смеётся, или видит, как другие смеются, и понимает, что это, наверное, неплохо, это, наверное, хорошо, люди же смеются, смех – это хорошо, смех – это позитивно. Значит, это верно. То есть человек уже интернализирует это знание, которое он получил из газет, и в следующий раз просто воспроизводит это в кругу своих друзей. Опять-таки воспроизводят просто эту ту же самую шутку. Большое количество людей узнают эту шутку, они воспроизводят это в своих кругах и так далее. То есть таким образом распространяется как раз-таки вот это отношение к тому, что женщины за рулём никакие. Хотя, в принципе, я лично знаю очень много женщин, которые, и я думаю, что многие из вас знают, женщин, которые отлично ведут себя за рулём, и на самом деле намного более рациональные. У вас есть машина. У моей сестрёнки есть машина. И вот она очень рациональная. Значит, у вас нет машины. А? Значит, у вас нет машины. Ну, как? Эту машину помогала покупать я, и водит моя сестрёнка. Я пока не вожу, потому что времени нет. Но, насколько я заметила, то есть женщины намного больше, то есть более рационально относятся к процессу езды. То есть не лихачат, да, там, не производят каких-то… Нету понятия того, что вот я тебя сейчас обгоню, и каких-то других опасных, в принципе, потенциально опасных поведений. По статистике женщины меньше нарушают. То есть, да, по статистике женщины нарушают меньше правил дорожного движения. И в то же самое время… Ну, что они меньше нарушают. Как? Мешает, чтобы другие нарушали. Ну, вот, вы сейчас опять воспроизводите, как раз таки его проявят. Нет, я вам просто подтверждаю вашу теорию, то, что все мужчины нарушают, и они хотят быстро, а женщины хотят всё правильное, поэтому они едут медленно. Да. И это очень… Ну, как, да, мужчине нравится, потому что они едут всё правильно. Они считают, что они всё правильно делают. А женщины, получается, как бы мешаются под ногами, где-то там медлят, слишком ездят правильно и так далее, да. Ну, вот интересно, да, каким образом это всё превращается в ситуацию перевёртыша. То есть женщина не нарушает правила. То же самое в анекдотах она выступает часто как как раз таки виновник нарушения правил. Да, 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 да. Вот как раз таки это вот пример фрейминга. То есть мы сами можем даже не знать такого. Мы, наоборот, даже знаем женщин как очень рациональных, ответственных водителей. Но то же самое, потому что так много шуток в камеди-клабах различных, там, в журналах, в газетах, в телевидении. И даже наши друзья, наши родители, кто-то ещё уговорит. И, например, допустим, если ты высокая и худенькая, да, в чём ты такая большая машина? Почему ты не возьмёшь маленькую? Я люблю большие машины, поэтому я хочу большую. Да. Все говорят, нет, тебе не люба большая, тебе нужна маленькая. Я говорю, нет, я хочу большую. Да. Ну, то есть это опять-таки… Да. Ну, то есть это как раз пример того, как стандарты или стереотипы влияют на то, как мы воспринимаем других людей. Хотя это должно быть собственным выбором человека. В общем, отношение к этим шуткам обычно какое-то. Это же просто юмор, это не серьёзно, это не опасно, это не страшно. Что у тебя чувство юмора нет, если ты позволяешь себе не принять эту шутку? Ну, как раз таки… Это же весело, это просто веселье. Абсолютно верно, да. Но как раз таки вот с этих шуток и начинается вот это вот формирование, конструирование реальности. То есть юмор, на самом деле, это ещё больше опять, чем религия. Это ещё больший, не знаю, инструмент контроля сознания даже, да, контроля поведения, контроля идентичности людей, чем что-либо вообще всё вместе другое взятое. Потому что книги, против книг всегда могут найтись критики, да, которые серьёзно разнесут книгу в пух и прах. Скажут, это неправильная книга, потому что там та-та-та-та-та. Или я провёл такое вот это исследование, потому что я не верю в результаты, которые были выведены в этой книге или в этом исследовании. То есть всё, что претендует на серьёзность, оно также подвергает себя опасности критики. И опасности того, что определённая группа людей будет противостоять мнению, которое продвигается в этой книге. Но с юмором дело обстоит совершенно иначе. То есть если ты противостоишь этому юмору, то ты просто не критик, а ты просто человек без юмора. То есть мало того, что ты не имеешь права высказать что-то сказать, да, против этого юмора, просто тебя ещё и понижает статус и обзывает как бы человека без юмора. И поэтому вот сила юмора очень важна и, в принципе, неоценима в каком-то плане. Многие юмористы просто говорят, мы шутим так, как хочет народ. То есть есть стереотипы, то есть мы над ними и шутим. То есть задаёт моду не юморист сам, а непосредственно общество. Ну вот, это, кстати, тоже очень хороший момент вообще в нашей предыдущей дискуссии. То есть мы говорили о том, что, в принципе, то, что мы сейчас обсуждаем или вообще ситуация во всём мире, в нашей стране, во Вселенной, такова, что мы живём в замкнутом круге, где, опять-таки, каждый является субъектом и объектом одновременно. То есть я влияю на тебя, ты влияешь на меня, я на тебя, ты на меня, я на тебя. То есть это постоянно обмен и непонятно, где можно остановиться, где исток, где начало. И, в принципе, нужно ли думать о начале. То есть если мы, как активисты, сейчас обсуждаем этот вопрос, нужно ли думать о начале, замыкаться, заклиниваться на этом, не стоит ли начать вообще попытаться прервать эту цепочку хотя бы себя. Не требовать этого с другого человека, ну хотя бы себя. И вот в этом плане очень важен тоже юмор и начинание себя, саморефлексия. Это важные понятия или вообще важные вопросы для вообще собственного обсуждения, ну не знаю, может быть, для анализа. Потом, после лекции, может быть, если вообще у вас будет время, такое желание это сделать. Почему? Потому что вот как раз-таки на второй лекции как раз, по-моему, я рассказывала о том, как язык, в принципе, язык, юмор, да, являются основными фреймерами или основными рамками того, как мы создаём, как мы конструируем весь этот мир. То есть всё начинается со слова. Вот как раз-таки, никогда не думала, что я буду цитировать Библию, но в начале было слово, действительно. Но в данном случае, когда мы это применяем к нарушениям прав человека, к дискриминации, к угнетению какому-то определённому, то всё начинается со слова. И вот я рассказывала пример, ну это… Мальчиком. Да, с мальчиком я рассказывала пример. Сейчас, наверное, очень быстро перескажу, наверное. Это пример, который, в принципе, репродюцируем, воспроизводим в любом обществе. Хотя рассказывал этот пример мне тренер по тому, как противостоять преступлениям на почве ненависти. Это был канадский, по-моему, тренер. И он рассказывал, ну он работал в Канаде и в Америке. Я рассказывала об этом случае, это настоящий реальный случай в Америке, в школе, который случился с мальчиком по имени Джон Смит, например. То есть это самое обычное имя. Джон Смит, который просто был геем. И каким-то образом одноклассники его в школе узнали о том, что Джон Смит гей. И всё началось с того, что в какой-то день он пришёл в школу, и его одноклассники сказали, а, Джон, ты, оказывается, гей? Без никакой, в принципе, больших эмоций, без какого-то отчуждения или негативности. Просто отдыхается гей. Человек испугался немного, может быть, или просто проигнорировал каким-то образом. Другие люди услышали это. Может быть, эти одноклассники вернулись домой и сказали своим родителям, что вот у нас есть один одноклассник, который, ну вот, Джон Смит и он гей. И родители потом сказали, а, гей – это плохо, потому что то-то, 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 то-то. Гей – это грех, гей – это извращенцы, гей – это такие, такие, это ненормальные, это безумные, это больные люди. Не общайся с ними, а то заразишься. Ещё что-нибудь такое. То есть на следующий день уже эти дети приходят и говорят, что Джон Смит гей, и с ним нельзя разговаривать, или, там, давайте мы как бы прикалываемся. Начинаются шутки, начинаются какие-то, как так называются, насмешки, то есть называния именами. Эй, гей, гей, гей – это пидорас, пидорас, что-нибудь такое ещё. То, что используют школьники в наше время, в принципе. Хотя, не знаю, в наше время мы так не говорили, но кто его знает, может и говорили. Опять-таки. Ну, то есть вот такая прям ситуация. И я вас произвожу слово в слово так, как нам рассказывал этот тренер. То есть это очень важно тоже не опускать какие-то негативные слова, а наоборот показывать, потому что это и есть реальность. Мы не можем приукрашать реальность и говорить, вот они его назвали гомосексуалом. Нет, они его назвали пидором, действительно, или пидорасом. И это как раз-таки имеет очень большое значение. Джон Смит не обращал на это внимания и продолжал игнорировать, и думал, надеялся на то, что люди просто прекратят это делать когда-то. Когда-нибудь они от этого станут. Опять на следующий день или, может быть, на следующей неделе эти ребята где-то набрались шуток про геев, скабрезных, плохих каких-то там, ну очень смешных, видимо. Они говорили эти шутки, и люди смеялись вокруг. И даже учителя тоже смеялись, в принципе. Ну не то, что смеялись, но так посмеивались, тихо в ус. Никто из них не остановил ни одного из этих ребят. И тогда ребята как раз-таки вот этот вот переломный момент. Они поняли, что это нормально. Людям нравится это. Людям смешно. И они даже становятся более популярными, потому что они травят этого Джона Смита. Ну и в принципе, почему бы и не травить его? Он же гей, он же грешный, грешник. Он, ну в конце концов, он пидор, он не человек. И поэтому можно продолжать это и вообще повышать свой собственный статус, рейтинг популярности, ну и как бы приятность полезна совмещать. То есть продолжаются эти шутки. Потом эти шутки переходят в настоящую травлю. То есть Джон Смит идет домой по дороге со школы, они идут за ним, следом за ним и кричат ему вслед. «Эй, эй, а ты не хочешь переспать случайно там с Джеймсом Блейком?» «А, я слышала, он тебе снится, тебе, наверное, снятся мокрые сны с участием Джеймса Блейка». Или там «я слышал, геи вот так-то там делают, а ты как это делаешь?» Или еще что-нибудь такое. То есть начинают переходить уже на такие как бы болезненные или обидные какие-то темы для Джона Смита. После этого начинаются камушки. Камушки бросаются в спину Джона Смита. Джон Смит все продолжает не обращать внимания. После того, как он не обращает внимания, и никто не останавливает этих ребят от того, что они бросают камни, от того, что они говорят такие, в принципе, как бы интимные вещи, о том, что у тебя мокрые сны или еще какие-то, а-ля «как ты это делаешь?» и так далее. Они думают, что «а давайте проучим этого ненормального. Может быть, мы все-таки можем его вернуть, не знаю, в лоно-нормальности?» Если мы его побьем и скажем, что так нельзя, может быть, он сильно одумается и вернется в лоно-нормальности, как говорили уже. И вот они начинают его избивать. Он говорит «Будешь геем? Будешь еще раз там целоваться с тех кто?» Хотя он, может быть, и не целовался вообще. И это продолжается несколько дней, пока они понимают, что Джон Смит как бы не пытается измениться, и вообще какой-то он странный, не реагирует ни на что. То есть это все происходит эскалация. То есть начиналось это все со слова того, что «эй, ты, кажется гей?» и доходит до избиения. И к чему это, в конце концов, приводит? К тому, что Джон Смит просто заканчивает жизнь самоубийством. Потому что его вынудили к этому. Непонятно, потому ли, что вообще просто происходила эта травля, и никто не остановил этих ребят. И все считают, что это нормально, потому что действительно геи же – это же просто пидоры. Геи же – это просто ненормально, что с них взять? И почему бы детям не побаловаться? А вдруг действительно они почему-нибудь придут? Вдруг они спасут Джона Смита? Вдруг он станет нормальным? И так далее. Никто не думал ни об этом. То есть было ли это от травли, или была ли вообще дальнейшая эскалация действий этих ребят? Возможно, они вынудили его покончить жизнь самоубийством? Потому что помните, когда мы говорили про эпоху Просвещения, о том, что мы сначала пытаемся скорректировать, исправить, очень часто насильственными методами то, что мы считаем ненормальным или патологией. А если оно не подвергается исправлению или улучшению, то мы просто уничтожаем это. Зачем нам такой нежелательный элемент в нашем идеальном обществе? Возможно, они заставили сказать, мне кажется, каким образом происходит склонение к самоубийству? Угрожают. Если ты этого не сделаешь, то мы это сделаем и так далее. То есть есть разное. Но это как бы останется невыясненным до конца. Ну там же интерес есть. Допустим, в эпоху Возрождения, если кто-то там что-то другое делал, идут вешать вот ведьму и убивают. Но это цепь поделанная, да? Да. Интезиция там. И общество есть, и там можно делать. Допустим, нормальная женщина, нормальная ведьма. Да. А в этой ситуации, в общем, где у человека есть интерес? Источник интереса. Ну здесь, в этой ситуации, понятное дело, что норма – это гетеросексуальность. Нет, нет. А у кого есть интерес, допустим, чтобы не было гейвов? Ну это в целом общество, к сожалению. Тяжело просто сравнить любого возрождения с пингом. А, нет. В принципе, нет. Я не сравниваю эти эпохи. Я просто… Почему я говорила про эпоху Возрождения? Точнее, даже не Возрождение, а про священие именно. Я говорила как об источнике нынешнего нашего отношения к норме и патологии. То есть вот откуда это берётся? Ну, конечно, да, это не сравнить. То есть там действительно был прямой интерес избавляться от ведьм, прямой интерес избавляться от еретиков и так далее. А сейчас это всё более опосредованно. Опять-таки, тут нужно помнить о смене власти. То есть раньше власть была церковь, да? Было понятие того, что церкви было выгодно уничтожать еретиков, уничтожать ведьм и так далее, потому что они предоставляли прямую угрозу власти церкви. Сейчас, когда мы живём во время власти децентрализированной, в принципе, это власть просто в воздухе, да? Как мы говорили, это власть в традиции, власть в норм, которая, в принципе, властвует нами. То есть, например, что вынуждает в каком-то плане, может быть, я сейчас неправильная, не то, что неправильная вещь, она, конечно, не утверждённая вещь, то есть исследований никаких не проводились, но я так считаю, что частью неприятия гомосексуальности является то, что люди, которые позволяют себе, имеют в себе смелость, да, в частности, к сожалению, мы должны назвать это смелостью, имеют в себе смелость быть, то есть не подавлять в себе то, кем они являются, они как бы мельтешат перед глазами остального общества как явный пример того, каким я мог бы быть. Не то, что я мог бы быть геем, а то, что я тоже мог бы быть, там, не слушать своих родителей, не выходить замуж за этого, не знаю, за человека, который старше меня на 40 лет, или ещё что-нибудь. То есть, получается, в каком-то плане это даже личная зависть, что мне пришлось подавиться, мне пришлось подвергнуться этому подавлению, а вот есть люди, которые наглые, ходят себя, держатся за ручки, ещё и требуют себе прав, то кто они вообще такие? Пусть они держатся это всё в себе, точно так же, как я в себе это держу. И, например, очень часто это происходит, мы можем встречать это, когда мы говорим о феномене кражи невест, да, Алла Качу, когда сами женщины, которые пришли через это, со злорадством неким даже, помогают, приводят эту девушку домой, да, там, типа, успокаивают, да всё пройдёт, я через это же прошла, да успокойся ты, кого ты сейчас строишь? Всё нормально будет, это наша судьба, и так и будет. То есть, это как раз-таки вот эта интернализация, в принципе, то есть, то, что мы считаем, что это нормально уже, то, что нам нужно подавляться, и всем остальным тоже нужно подавляться. К чему это было сказано? Нет, просто вы задали вопрос, и я немножко сошла, по-моему, с творения. А, ну да, то есть, мы говорили про власть языка и юмора, то есть, откуда вот начинается вот этот вот фрейминг, конструированный. И как раз так это вот, почему я говорила про фрейминг, потому что это очень важно тоже, как инструмент дискурса, то, как мы выстраиваем дискурс. Или люди, у власть, например, выстраивают дискурс. Дискурс очень часто выстраивается, не очень часто, ну это понятно в принципе, почему так происходит. Через газеты, через телевидение, через интернет, через различные средства массовой информации. Почему? Потому что это средства именно массовой информации. Массовое информирование народа. Намного легче через газеты повлиять на, скажем, тысячи читателей, чем через одного, другого, чем через сарафанное радио, скажем так. Сарафанное радио достигнет, ну, скажем, 20 людей. А газета, та же самая, особенно «Вечерка-Бишкек» или «Дело номер», в частности, достигнет тысячи людей или двух тысяч людей, которые прочитают это и будут воспринимать то, что у нас воинствующие геи-везпиянки. Сарафанное радио, кстати, тоже сексистское, скажем так. Конечно, да. Да, вот, кстати, да, сарафанное радио, да? Почему не суртучное радио? То есть, ну, это вот возможность вообще, вот то, что мы сейчас обсуждаем, подумать вообще даже об истоках всех этих высказываний, выражений, которые мы используем, иногда даже не задумываемся. То есть, вот мой основной посыл вообще всё время в течение всех этих лекций было к тому, чтобы мы постоянно пытались рефиксировать и вообще думать о том, сами задумываться о том, проводниками чего мы сейчас являемся, вот в данный именно момент. Это очень интересное упражнение, на самом деле, потому что в какой-то момент понимать, что, в принципе, всё, что ты говоришь, всё, что ты делаешь, это наносное, это внешнее. А что есть ты? Что есть то, что останется после того, как ты деконструировал сексуальность, деконструировал гендер, деконструировал политику, деконструировал философию, религию и так далее, когда всё ты это деконструировал, семейные отношения, несемейные отношения, идентичность, опять сексуальность, я уже говорила, да, гендер и так далее. Всё, после того, как ты всё это деконструировал, что остаётся в конце концов? Животность. Животность — это тоже конструкция. Что в конце концов? Душа. Душа — это тоже конструкция. Пустота. Пустота, да, получается. То есть, в принципе, мы такая одетая в разные одежки пустота. И вот в этом плане, я прям перепрыгнула сразу на последнюю часть, наверное, это, наверное, хорошо в каком-то плане. Насколько нужно, вот это вот уже подрыв-подрыва у меня сейчас идет, насколько нам нужно действительно себя раздевать до того, чтобы дойти до пустоты. И вот то, что я сейчас задаю вопрос этот самый, опять-таки, не является ли это страхом прогрессивистским, просвещенческим страхом перед бездной, перед пустотой, перед иррациональным, непонятным, непознанным. То есть, опять-таки, видите, да, здесь как раз вот то, что я забыла, опять-таки, в просвещении. То есть, почему было это движение, это безумное движение вперед? Скачками, постоянный прогресс, постоянно выше, сильнее, быстрее, дальше и так далее. То есть, в каком-то плане, это бесконечный бег от того, чего мы боимся. То есть, это бездна, это непонятное. Это то, а если мы чего-то не понимаем, то значит, у нас, скорее всего, таит в себе опасность. То есть, это, в принципе, наверное, одно из самых инстинктивных чувств человека, когда мы боимся того, чего мы не знаем. И в этом страхе мы бежим вперед, пытаемся охватить весь мир, пытаемся понять весь мир так, чтобы не осталось ничего непонятного. А когда мы встречаемся с этим непонятным, с этой пустотой, нам становится страшно. Пустотой в смысле достижения, когда ты достиг чего-то такого пустошения происходит, или в смысле, ну, мы абстрагируемся, что мы достигли пустоты? Нет, вот в пустотах, в данном случае я говорю именно в пустотах, которые мы достигаем в процессе рефлексии, в процессе постоянного анализа самого себя. Когда, например, я анализирую, а я надеялась, ну, я не знаю, я не буду идти далеко за конструктором. Да, вот есть социальный конструкт, это сына, родилась в Чуйской области, в Бишкеке, такие-то там родители, да, училась в той же школе, отличница, тоже социальный конструкт, что такое отличница. Например, на выпускных экзаменах нам давали списать, потому что мы были отличниками, и в школе нужно было выполнить план по золотым медалистам. Если бы мне этого не дали, я была бы ударницей. У меня была бы четверка точно по математике. То есть что такое отличник опять-таки, или золотой медалист? То есть журналист, да, там по образованию журналист, плюс еще политическая философия и вообще интересуется критической теорией. Что еще есть? Социальный конструкт, то, что я женщина, по крайней мере, вами воспринимается как женщина. Вы же не знаете, как я сама себя воспринимаю внутри. То есть это опять-таки вот тот же самый слой, слои разные, как вы меня воспринимаете, как я себя воспринимаю, как меня воспринимают врачи, как меня воспринимают паспортистки или паспортисты в паспортном столу. И так далее. Опять-таки, кого я люблю, кого я не люблю, и так далее. Почему я кого-то люблю, кого-то не люблю? Я являюсь ли я кого-то сексуальной, бисексуальной, гетеросексуальной, асексуальной, пансексуальной, бисексуальной, и так далее. Я являюсь ли я агендерной, бигендерной, трансгендерной, женщиной, мужчиной и так далее. То есть все эти понятия это как бы конструкты. Вот если мы берем это все, убираем вот эти все конструкты, которые в принципе можно поменять. Когда мы говорим о конструктах, это как раз таки те понятия, которые подразумевают, что мы можем что-то сконструировать, а потом деконструировать это. То есть у нас есть какой-то сет, комплект лего, и мы берем эти маленькие кубики, кубешочки, колесики и так далее, и мы из этого создаем что-то. Если мы создаем что-то, то мы в принципе можем опять-таки это и уничтожить. Ну не то, что уничтожить, а можно, скажем, десоздать, деконструировать. Вот если мы берем и деконструируем социальный конструкт под названием султаналии васильна, например, тем самым, что нет такого понятия как гетеросексуальность или что такого, отличница, что такое, там, кыргыз и так далее. Вот это все мы деконструируем. Что остается под этим? Что такое я? В принципе, что такое я? Я это, я так предполагаю, что я это в принципе сумма того, что я прочитала, того, что я, чему я научилась у своих родителей, своих преподавателей, воспитателей, друзей и так далее. То, чему, в принципе, да, ну в принципе это был очень единственные источники. То есть это люди и это знание, точнее дискурс, в данном случае. По дискурсам я имею в виду широкое понимание того, да, там, где я что прочитала, просмотрела, увидела, сама испытала и так далее. То есть это все то, что я научилась. На основании этого я делаю какие-то выборы, я делала какие-то, я приходила к каким-то выводам. Вот это и является я. А под этим я есть ли что-нибудь? То есть в принципе нет уже, правильно? Как относиться к этой бездне и каким образом это вообще может помочь нам в понимании мира и в понимании вообще всех этих отношений. То есть если мы деконструируем гендер, деконструируем сексуальность, деконструируем патриархальность, доминантость, власть, знание, дискурс и так далее, и так далее. Что в конце концов останется после всего этого? То есть, возможно, вывод, к которому я пришла, что, возможно, как раз таки все эти конструкты являются необходимым условием для существования. Как вы думаете? Или вообще возможно ли? Возможно ли в обществе? Сына, подождите. А это не вам противоречить и самой себе. Если вы себя рассматриваете как сумму тех знаний, которые вы приобрели когда-то, а потом видите себя дальше, если вы отказались от этой суммы знаний, а дальше что-то? Да, получается. А к чему тогда критическое послание? Ну это нет. Критическое послание, в принципе, здесь критического послания как такого нет. То есть, это приглашение вместе поупражняться в такую возможность, вообще подумать. То есть, мы пришли опять-таки к тому, что мы постоянно с Георгием, с Оксаной, а несколькими другими людьми обсуждаем на формате лекции. То есть, это вот тот самый постмодернистский тупик. То есть, к чему мы вообще все это делаем? Три ключевых вопроса. Что есть свобода? Что есть в человеке? Что есть в развитии? Да. Если я понимаю, вы идите вокруг этого? Да. Да, да, да. И каким образом мы можем вообще говорить, нужно ли вообще говорить об этом? Мы, принимаем во внимание, вот все эти конструкты, деконструкции, и то, что под этими деконструкциями, под этими конструктами у нас сидит бездна. Что-то звучит немножко в философте, романтично, что-то там такое, готично даже, может быть. Мне кажется, что бездна – это в конце концов конструкт. Да. Да? Да. А что за бездна? Да, за бездна. А деконструкция – это тоже дискурс, да? Да. А, и это тоже фрейминг своего рода, да? То есть, мне кажется, что сейчас… Активизм – это бинарная позиция, на самом деле. Да. То есть, я хочу сказать, что если бездна, пустота – это тоже, ну, это конструкт, конечно, да? Как и любое-другое слово, любое понятие. А деконструкция – это дискурс. Тут, мне кажется, вопрос стоит в том, в субъектности, да? Единственное, что мне остается, если я принимаю деконструкцию как дискурс, это постоянно эти навязанные мне конструкты разрушать и создавать собственные. Человек как трансформер. Человек как трансформер. Ну, и как бы деконструкция как… Понимаете? То есть, деконструкция – это мне более близкий дискурс, да? Нежели чем приятие тех каких-то навязанных норм, да? То есть, я предпочту деконструировать свою собственную идентичность постоянно, да? Подвергать их какому-то сомнению. Хотел бы также поговорить про бинарности. В общем, все, в целом. И попытаться рассмотреть бинарности как еще один из методов увековечивания власти самой себя. Пластью самой себя. Ну, мы не поняли. То есть, бинарность, создание бинарности, да? Это… Бинарность, в целом, это упрощение реальности или бытия, я не знаю, реальности жизни тоже конструкт, да? Бинарность, в принципе, это упрощение мироздания. Для того, чтобы это мироздание было легче и эффективнее управлять этим мирозданием. И не понимать, да. То есть, опять-таки, бинарность – это вот норма патология, мужчина – женщина, белая – черная, что еще? Безумие, разум безумия, гомосексуал, гетеросексуал, да? Тогда так? Зло – добро. Да, зло – добро. Тогда, то есть, намного легче понимать мир в рамках двух понятий, которые противостоят друг другу, да? Как оппозиционируют. Чем в рамках того, что… В рамках понимания или, там, не знаю, опять-таки, дискурса, в котором нет вообще бинарности абсолютно. То есть, есть, наоборот, множественность или разнообразие всего. И вот как раз-таки, когда мы обсуждали вот бездну, да, деконструкцию и так далее. В принципе, ну, не мы, точнее, а даже я, можно сказать, да? Вот я опять перефиксирую. То есть, я тоже в каком-то плане впала во власть бинарности. То есть, мы говорим, есть или бездна, пустота, или наполнение, наполненность чем-то, каким-то смыслом. В то же самое время, не… То есть, моё сознание избегало возможности того, что есть вообще бесчисленное количество возможностей, которые не… Которые находятся между вот, как бы, этими бинарностями, да? Есть бездна, есть вот наполненность, полнота. Между ними есть вот эта вот, я не знаю… И там ещё вниз, наверное, вот так идёт каким-то образом. Или, может быть, вот здесь пустота, здесь бездна, и как бы весь круг такой… Это вот это вот множественное разнообразие. Но как раз такие бинарности, получается, это вот, как я уже говорила, это ещё один метод управления реальностью, ещё один метод конструирования. То есть, человека или человечество лишает возможности видеть вот эти вот разнообразные возможности. То есть, говорят, ты либо нормален, либо ты безумен или патологичен. Ты либо мужчина или женщина, ты либо… Что, безумен или умен, или разумен, да? И множество… Мы можем найти много таких бинарностей. И эти бинарности, вот как я и говорила, они, в принципе, создают нашу идентичность. Ну, то есть, понятное дело, почему это делается? Потому что, если будет намного больше возможностей для понимания мира, то будет намного сложнее власти контролировать общество. То есть, не говорю только человечество. Социум, общество, человечество, цивилизацию и так далее. Вот. И в этом плане очень хотелось бы посмотреть, рассмотреть, как раз вернуться прямо к пониманию, вообще к основной теме нашей серии. Это гендер, гендеросексуальность в каком-то плане. То есть, здесь они как бы переплетаются. И посмотреть бинарности гендерные. То есть, есть гендер… То есть, есть понятие «мужчина» и «женщина». Вот это единственное очень часто доминирующее понимание того, что есть или «женщина», есть или «мужчина». Никого между ними обычно нет, получается. Вот. И, в принципе, в более… Как бы это называть-то, не знаю. Ну, в гендерных… В «gender studies», да? В гендерных обучениях… Исследованиях. В гендерных исследованиях, да. Гендерных исследований сейчас… Ну, не только сейчас, потому что уже где-то последние 20-30 лет, наверное, идёт как раз-таки движение к тому, что… Не то что движение, а уже, в принципе, есть такие исследования, которые говорят, что гендер – это далеко не бинарность. Гендер и вообще идентичность человека, которая в первую очередь, конечно, выражается через гендер, да, через сексуальность, статус и так далее, и другие категории, но в первую очередь гендер и сексуальность, да, это не бинарность, а, скорее, это шкала, которая существует между этими бинарностями. То есть есть мужчина и женщина, но между этими есть ещё несколько, бесконечное опять-таки множество, но если прям называть, то там, по крайней мере, есть, ну, не знаю, 5-6 определений ещё, которые не попадают полностью ни на одну из этих шкал, ну, как бы оппозицию бинарности. Я думаю, в этих гендерных исследованиях тоже есть. Исследования того, как формироваться гендер, ну, начальному человеку, то есть, допустим, человек, ну, мальчик, да, человек, маленький, там, до 3-х лет, он, в принципе, не знает, что такое гендер, да, но, мне кажется, он не впечатляет, ну, то есть, он не знает, что он мальчик, а теперь пока ему не скажут, что он мальчик. Да, ну, да. То есть, может быть, что я думаю, если бы не было ничего. Ну, конечно, это, в принципе, мы можем даже наблюдать свою собственную жизнь, то есть, я постоянно, в некотором плане, академически наблюдаю за своими племянниками, а у меня их двое, то есть, старший это мальчик и младший это девочка. То есть, это дети моего брата старшего, я часто их вижу, и я просто смотрю, как их родители, получается, в принципе, воспитывают в них вот этот гендер. То есть, например, старший, ну, племянник вот этот, не плачь, ты же мальчик, мальчики не плачут. То есть, все одежды у него, в принципе, как бы, таких голубоватых тонов, голубовато-стальных, серых, черных, может быть, каких-то земляных, может быть, тонов. А девочка, ей можно плакать, конечно же. Она должна быть чувствительная, должна быть сенситивная. И ей, в принципе, можно, потому что девочка, ну, слабая такая, и так далее, можно показать слабость. И одежда у нее, в принципе, превалируют цвета, в ее одежде превалируют розоватые, такие желтые, светлые, такие красивые, цветочечки, какие-то бабочки и так далее. То есть, уже, в принципе, в одежде мы можем наблюдать. Но это уже такое, очень банальное сравнение, что голубой цвет – это мужской цвет, или мальчиковский, точнее, не мужской, а именно мальчиковский, где детский. А розовый – это вот девчачица. То есть, может, это практический вопрос? У меня тоже, например, головой, потому что есть маленькая племянница. То есть, вот мы, допустим, прекрасно понимаем, да, что, как бы, даешь, делаешь девочке хвостики и все, да? То есть, ты, как бы, уже, ты задаешь ее идентичность, так или иначе, да? Потому что все другие будут опознавать в ней девочку, и она сама постепенно начнет себя так узнавать. Но, как поступать? Вот, как были ли вы, у тебя есть какой-нибудь, может быть, ты знаешь? Вот, да. Потому что, если ты не будешь таким образом поступать, да, то, очевидно, что твой ребенок столкнется с агрессией со стороны большинства. А если ты наденешь мальчику розовую курточку, да, то все его будут называть девочкой, да? И будут над ним, в принципе, издеваться так, как над этим Джоном Смитом, да? Вот как, вот, у тебя есть какие-то соображения? Как это вообще? Соображения, в принципе, есть. То есть, у меня даже есть пример. Коллега, подруга и активистка, финская группа, она ЛГБТ-активистка, ну, то есть, получается, очень квирная такая, квирная у нее семья, то есть, она сама бисексуалка, но она замужем, то есть, она влюбилась в гетеросексуального мужчину, который понимает, знает ее бисексуальности, например. То есть, у них очень такая, как бы, открытая семья. И, так как она является ЛГБТ, или ЛГБТК-активисткой, ее муж тоже поддерживает такие же убеждения, и так далее. Когда у них родился первый ребенок, и, в принципе, второй ребенок, они вместе решили, что они не будут навязывать своему ребенку вот эти гендерные стереотипы и нормы. И мне было очень интересно посмотреть, как у них это все получается, и как они это делают. То есть, потому что, постоянно же люди будут спрашивать, а кто, а кто у вас родился? А кто это? А какой вам подарок принести? И так далее. И все, что они делали, это, в принципе, они просто выстояли против, как бы, напора, да, там, родственников, социума и так далее. То есть, постоянно фотографии они вывешивали, и имя выбрали очень гендерно-нейтральное. То есть, например, что-то типа Саша, да, или Александра, Александр, например. Что-то, что очень легко меняется. Но особенно, вот, как бы, в русском языке очень много таких гендерированных же именов, а вот в более европейских, например, там нет таких прям сильно гендерированных именов. То есть, можно придумать какое-то имя, которое будет не указывать на то, что вот этому мальчику или девушку, не знаю, Кун, или, там, Айя, или ВАЛО, ВИЛЛЕ, что-нибудь такое, я думаю, финское. ВИЛЛЕВАЛО, да. ВИЛЛЕ, да. ВИЛЛЕ, да. Это, может быть, и женское, и мужское имя. И вот они вот таким гендерно-нейтральным именем назвали своего ребенка. И на фотографии всегда обращались, не использовали местоимения, а говорили просто, ВИЛЛЕ делает то-то, ВИЛЛЕ делает, там, это, первый шаг ВИЛЛЕ, или ВИЛЛЕ улыбается, и так далее. То есть, и постепенно они, в принципе, воспитали в своей аудитории, да, можно сказать, как раз таки вот это вот понимание того, что, ну, как бы, можно не ожидать этого человека. То есть, это вот то, как они справлялись с обществом, с социумом, в данном случае. Как они сами, в принципе, как они и планировали воспитывать ВИЛЛЕ, ну, на самом деле, его и ее не ВИЛЛЕ зовут, что они сделали, они решили, что человек, ВИЛЛЕ, ВИЛЛЕ решит сам, слэш, а сама. И как это они сделали, они постарались извлечь из своего вокабуляра все какие-то понятия, что, типа, нельзя плакать или нельзя делать. То есть, они знали биологический пол, да, своего ребенка, но никоим образом не переносили вот это знание биологического пола на поведение или на свое отношение к ребенку. То есть, они отношились к ребенку, в первую очередь, как к личности. И в первую очередь поддерживали увлечение или выражение, самовыражение этого ребенка. И вот, в принципе, они не планируют, что это будет продолжаться бесконечности, что это будет какой-то безгендерный человек или агендерный человек. Просто они сделали так, создали все условия для того, чтобы человек сам решил. Решил или каким-то образом вообще пришел к тому, что я больше мальчик, мне больше интересуют эти, или я больше девочка, мне больше интересуют это. А если Вилли решит, что не девочка, не мальчик, то в любом случае он к этому придет сам. Никто не будет его, ее как бы на это настраивать и так далее. Но это, опять-таки, очень радикальный пример. Это активисты, ЛГБТ-активисты в Финляндии, которые, в принципе, возможно это сделать. В нашем обществе, я думаю, это очень сложно будет. А? Сейчас. Ребенку, по-моему, сейчас 4 года. А, то есть они в школу еще не прошли, еще не столкнулись. Ну, садик пошли уже. Но ребенок уже к этому времени уже определяется, насколько я знаю. По-моему, ребенок уже придется как мальчик. Потому что они уже говорят, он это сделал, он там и так далее. И ребенок сам. Мне кажется, вот родители своих детей, как бы, стараются с детства, допустим, мальчиков сплакать, чтобы подготовить, чтобы убрать риски. Допустим, мальчик взрослее, он же будет в обществе жить. То есть в обществе, чтобы сын, ребенок инстинктивно не стал отвергнутым. Чтобы лишних этих не было, он заранее готовит. Плюс есть, ну, как бы, мне кажется, допустим, дети, да, мальчики, они с детства, я лично всегда, мне нравилось, что-то обомать, там, разбирать. А девочки, они все такие устроятся, там, наоборот, там, семья, любовь. Ну, да, это стереотип, но... Некоторые мальчики, наоборот, с девчонками маленькими куклы играли. Да? Ну, у них как-то преобладает и в будущем, как-то они находят себя более в таком, ну, так, женском поле, да? В себя. В конце концов, человек же сам себя, где ему комфортнее, где ему лучше, и общество не может, как бы, ну, оно давит, конечно, но человек сам, как бы, убирает, мне кажется, на себя. Ну, кажется, как раз с родителями надо бы говорить, что вот такое маскулинизированное воспитание, в самом деле, очень большой риск для этих мальчиков, потому что травмы, потому что убийства, потому что насилие, вот это такая культура, насилие внутри. Не хочу сказать, что вообще наш дедовщина, так, стиль жизни, как образ нашей жизни, это все связано именно с маскулинизированной культурой, но часть этого, она связана с вот этим воспитанием, потому что мальчишки должны быть активные, мальчишки должны быть агрессивные, они не плачут, они проявляют силу, да, и если, ну, мужчина не может поставить для места свою жену, да, то, пожалуйста, про него разные вот шуточки, да, подководчник, а? Ну, насчет того, что и мужчина должен полагать. Да, это очень серьезный риск, потому что, если ты не можешь соответствовать вот этим стандартам, которые ты навязываешь, ты реализуешь компенсаторную маскулинность, а она очень чревата разными трагедиями и рисками. Это у нас, мне кажется, родственниками, это очень личный риск. Если можно, скажем, такое, вот мужчин тоже, да, стереотипы, если он любит жену, да, помогает, хочет вместе с ней быть, ну, например, вместе с семьей, вот это все, да, общаться, вот, не дай бог он, что-то там скажет, нет, я пошел домой, мне надо сыночка там в садик, под капучник все, да, 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 под капучник, а это нормальная семья, он любит, он хочет быть сильной, почему? Он сегодня был с друзьями, теперь он хочет семьей, нет, он все, он уже все. Мужчина отказана от эмоциональной власти. Вот тоже, вот серия тоже, да? Да. То есть, получается, идет некоторый, в принципе, дисбаланс, то есть эмоциональная власть или эмоциональная сфера, забота и так далее, это все больше женская сфера, активность, публичная сфера, это вот сфера обитания, сфера ареала обитания, да, мужчин, и так далее. У сексистов есть такой любимый тезис, когда они говорят, почему вы пользуетесь за права от женщины, вот мужчины же раньше умирали, да, и как бы, от сердечного приступа, да, например, но на самом деле, по статистике, мужчины живут меньше женщин и чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Я не знаю, есть ли такие исследования, но мне кажется, что это догадка о том, что собственно, да, не имея источников выходов стресса, самых элементарных, которые доступны женщинам, плач, какая-то физическая близость, там, объятия и так далее, которые, эта практика является частью жизни женщин, но не является частью жизни мускулинизированных мужчин, да, способствует тому, что мужчины живут меньше, у них просто нет возможности проявлять свои эмоции так же, как есть у женщин. То есть, этот сексистский, бинарный, не знаю, патриархальный мир, он не только женщину угнетает, он угнетает и мужчину, да, это вот такая яркая иллюстрация как бы фукеанской идеи власти, да, то есть, ты вроде бы и субъект, но в то же время ты и объект. Еще вот одним примером фрейминга, да, или конструирования, вообще гендерного конструирования, например, является вера в то, опять-таки, это апелляции к природе, да, к тому, что вот что естественно, что неестественно, когда говорится, что женщина самой, биология, то что женщина самой природой не создана для активности, для агрессивности, для силы, да, там, каких-то таких вещей. Но в то же самое время у меня были разговоры со многими, тоже не со многими, с одной ЛГБТ-активистой из Киева, у них очень прогрессивная, такая радикальная ЛГБТ-организация, там весь «Инсайт» называется, и она сама спортсменка. И вот она всегда, каждый раз, когда вот так вот говорят, что женщина биологически не рождена, быть сильной и так далее, а эта девушка, она очень, как бы, такие там, мускулорельефные, очень красивые, очень все так, ну, вообще, вот так прямо, как бы классически, да, она каждый раз очень сильно раздражается, и говорит, ну, вот с чего вы взяли, вот возьмите меня и другого человека, моей же и своей категории, ну, как бы там, мужчину, да, я ничем не уступлю этому человеку, ничем абсолютно. Просто почему? Потому что, как бы, она выросла благодаря, ну, она благодарна своей семье, которая не ограничивала ее с самого детства. А что мы видим в реальности, ну, как бы, в большей части, в большей части семьи, да, то есть, мальчикам разрешается бегать, играть в футбол, какие-то активные игры и так далее, девочкам не разрешается, это вот лично мой, например, например, мне нравилось играть в казаки-разбойники, мне нравилось играть в красное знамя, в футбол с ребятами играть, тем не менее, я постоянно была, была под постоянным прессингом со стороны своей мамы, родителей, там, да, сестер старших, которые говорят, а девочке нельзя, ты там, я не знаю, себе что-нибудь порвешь, там, не дай бог, от чрезмерной активности, да, нельзя лазить на деревья, там, и так далее, там, не садись на асфальт, не делай то-то, не делай сё-то, да, то есть, мальчик изначально, у мальчиков изначально, как бы, стартовые условия, позитивные, для того, что, для физического развития, а девочки, у девочек изначально, как бы, стартовые условия, которые ограничивают эту физическую активность. И, следовательно, как бы, если с детства мускулы не привыкли к такому активности, мы не можем ожидать, что выросшая женщина, которая вдруг решит заниматься спортом, когда-нибудь сравнится, там, не знаю, с мужчиной, спортсменом, который с детства, да, этим занимался, в принципе. А нет? Вот, то есть, это, опять-таки, пример вот, конструирования, да, то есть, женщины изначально, нет, ну, как бы, вы дайте стартовые, изначально стартовые, равные условия, и тогда мы посмотрим. А пока этого нет, мы не можем говорить, что биологично, что небиологично. И это, в принципе, относится ко многим другим тоже вещам. Опять-таки, гендерное конструирование, я не знаю, конструирование гендерным, или гендерным различием в профессиональных каких-то там навыках, да, которые, опять-таки, от природы, то есть, мужчины больше склонны к научной деятельности, женщины к там, чему-то творческому, и так далее. С чего мы это взяли? Опять-таки, были ли условия изначально к этому, или не было. То есть, это вот про бинарности гендерные. И вот как раз, вот штука, которую я обещала в самом начале, для того, чтобы обсудить, с каких точек зрения можно вообще рассмотреть свою собственную идентичность, да, принимая во внимание вот эти гендерные шкалы, бинарности, то, что между этими бинарностями существует большое количество, бесконечное количество других возможностей, не бинарных. Можно вот, каждый человек, гендер, да, его инициализм, можно рассматривать с точки зрения пяти концептов, наверное, да, или пяти терминов. Первый термин – это биологический пол. Точнее, или пол, с которым человек родился. И даже в этом биологическом поле мы не можем говорить, что это только бинарности, потому что есть биологический пол, который больше соответствует мужскому типу. И когда мы говорим про биологический пол, это, естественно, наружные половые органы, это также эндокринный уровень, да, не знаю, тестостерон, прогестерон и так далее. Ну, вот такие вот чисто физиологические показатели, судя по которым, можно говорить, вот этот объект или субъект больше в мужском типе, этот субъект больше в женском типе. Вот согласно каким-то стандартам. А опять-таки, когда мы говорим про эти стандарты, кто говорит, что это и есть стандарт женскости, это стандарт мужскости. и и но между этими, опять-таки, природа даже, не то, что природа, но история показывает, что не всегда все рождаются с определенным набором физических показателей. то есть есть люди, которые рождаются интерсексуальными, у которых есть вторичные половые признаки другого пола, противоположного пола, женского пола, мужского пола, у которых есть одновременно и вагина, и пенис. то есть это на генетическом уровне выражается, то есть есть xy, xy, или xxy. То есть, в принципе, это 4 пола биологических. есть xx, есть xy, есть xy, то есть какой-то ближе к этому полу, или ближе к этому полу. То есть уже, хотя бы, судя по этим признакам, мы можем говорить, что это не бинарность, а это шкала, которая, по крайней мере, состоит из 4 столбиков, да? Да, ну, вообще, человечество, в целом, это мутация. из Homo erectus до Homo sapiens и так далее. Вот. Но, конечно, а если мы подразумеваем, если мы принимаем то, что даже биологический пол, это не бинарность, а есть, по крайней мере, 4 вот этих пола, да, генетически обусловленных, то мы тогда не имеем права говорить, что это только эти 4. Потому что может же быть и X, Y, 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 X, Y, Y, то есть тут уже это математические калькуляции. То есть из двух факторов, точнее из трёх факторов или четырёх факторов, какое количество комбинаций возможно. Даже уже из четырёх комбинаций, насколько я знаю, из четырёх факторов, количество комбинаций выходит за сотни приблизительно. То есть если это смотреть различные вариации. Поэтому опять-таки мы... То есть насколько верны понятия того, что есть женщина и мужчина, когда мы понимаем, что разнообразие на самом деле намного больше, чем вот эти две бинарности, о которых мы, в принципе, обычно говорим. То есть изначально говоря о своей детечестве, мы говорим как раз-таки о биологическом поле. То есть это или мужчина, преимущественно мужчина, преимущественно женщина, интерсексуал. То есть оба есть признака. То есть давайте будем говорить мужчина-женщина, преимущественно мужчина, преимущественно женщина и интерсексуал. То есть это пять, да? Шкала из пяти... как его? Точек, этих штучек. Линий. Да, шкал. Да, шкал. Вот. Это вот как бы первый уровень, на котором мы можем себя идентифицировать. То есть если у меня нет вторичных признаков мужского пола, то я себя идентифицирую больше как женщина. Это на биологическом уровне. Дальше идет уровень гендерной идентичности. То есть того, кем я себя считаю. То есть я могу себя считать мужчиной, я могу себя считать женщиной, я могу считать себя женщиной в мужском теле, мужчиной в женском теле. Я могу считать себя человеком обоих гендеров, то есть и мужчиной, и женщиной. Я могу считать себя ни мужчиной, ни женщиной, Агендер. Или трансгендер, или бигендер. То есть это три понятия, которые очень часто, ну, как бы, не знаю, может быть, людей запутывают. То есть часто уже говорим только мужской гендер, женский гендер, да? А мы говорим о том, что есть агендер, это то есть человек, который отрицает вообще гендер в себе, да? То есть я вообще не гендерирую на себя, я человек. И вот агендер это как раз-таки ближе всего, например, ко мне. То есть я здесь сейчас делаю камин-аут, да? Я говорю, что с 13 по нулим это агендер. Ну, не воинствующий, к сожалению, пока что. То есть я не буду возражать, если вы будете относиться ко мне как к женщине. Есть бигендеры, как я уже говорила. То есть это те люди, которые воспринимают себя как и мужчину, и как женщину. То есть которые говорят, во мне есть и мужские черты характера, и и женские черты характера. То есть я принимаю в себе свою маскулинность, я принимаю в себе свою феминизность и так далее. И есть трансгендеры, это как раз-таки вот трансгендерная идентичность. Это идентичность, в которой мы говорим, вот я родился в биологически-женском теле, но я мужчина. То есть как я себя чувствую, как я себя воспринимаю в этом мире, в данном контексте мне, я мужчина. Или наоборот, то есть в мужском теле женщина. Ну, не в мужском теле, а в мужском биологическом теле, например. Все что-нибудь. Так, стремно это. Следующее, это гендерное выражение, самовыражение. То есть это то, как я выражаю себя. То есть недостаточная гендерная идентичность. То есть я могу себя идентифицировать, да, как трансгендер, например, внутри. Но вы об этом никогда не догадаетесь, потому что я вот так одета. У меня вот как бы женская прическа, в принципе, и даже глаза я иногда крашу, как бы, так, вроде бы, туфли женские, предположительно, джинсы женские, футболка какая-то женская, довольно-таки обтягивающая. Значит, я не стесняюсь своего тела, значит, я женщина, да. То есть это вот как раз и гендерное самовыражение. А если бы я, например, туго перевязала свою грудь, одевала что-то очень, как бы, такое балахонистое, да, широкое, волосы были очень короткие, не было никакого макияжа на лице и, наоборот, брови были бы, там, я не знаю, кустистые какие-то там, я бы, наоборот, гордилась бы, если бы у меня было лицо там очень грязное, порезанное, может быть, прыщавое даже желательно, какое-то более грубое такое, да, я бы этим гордилась или гордился, то это вот как раз-таки моё гендерное самовыражение, по которому вы бы судили, кто есть я, да. То есть это как раз-таки внешнее выражение моей гендерной идентичности. То есть оно может совпадать с моей гендерной идентичности, а может не совпадать. То есть видите, уже на этих трёх уровнях мы можем увидеть три разных случая, когда они могут не совпадать. То есть биологически я могу быть, биологически мой пол может быть приписан мне как женский, то есть в моём свидетельство о рождении написано в Султан-Алиеве Сейн, а женский пол. Моя гендерная идентичности — это трансгендер, то есть я себя ощущаю мужчиной. Но моё гендерное выражение пока что, потому что я сконфужена, просто я не очень уверена, потому что я нахожусь опять-таки под гнётом традиций, стереотипов, норм и стандартов общества. Моё гендерное самовыражение говорит вам о том, что я женщина, хотя внутри я себя ощущаю мужчиной. Следующий уровень, естественно, да, нет, гендер, то есть это я как себя выражаю, да? И вот четвёртый уровень — это как раз-таки гендерное восприятие. То есть это только вы воспринимаете меня. То есть я могу себя показывать женщиной, но не факт, что вы меня будете воспринимать опять-таки женщиной. То есть подхожу ли я под ваши стандарты женскости. Это очень часто, например, вот нас есть кыргызстанская логовая активизма, но вообще она как бы уже на международном уровне активист. Есть активистка имени Аня Кирей, и многие, может быть, из вас знают. И вот у неё часто, например, проблема просто-таки с конфужным гендерным восприятием Ани Кирей. То есть она себя воспринимает женщиной, то есть родилась в женском поле, да? Гендерная идентичность, возможно, сейчас находится под сомнением. Я не очень уверена. То есть я не раскрываю никакую закрытую информацию, она открыта об этом говорит, да? То есть гендерная идентичность пока не ясная, возможно, о гендерах, да? Но гендерное самовыражение довольно женственное. И в то же самое время, то есть она считает, что она выражает себя как женщина, но не факт, что другие воспринимают её как женщину. Почему? Потому что у неё очень высокий рост, она довольно крупная, не в плане того, что как бы большая, а в плане как бы очень крупные суставы, да, там руки, кости большие, широкие, и короткая прическа. Очень часто её путают за женщину, ой, за мужчину или за парня какого-то. То есть это вот 4 разных уровня того, как мы воспринимаем гендер в себе и в других людях. Не факт, что вы меня воспринимаете женщиной, да, или, например, или наоборот, не факт, что вы меня воспринимаете мужчиной, как бы я ни старался. То есть это вот 4 таких уровня, на которых можно смотреть. И потом 5 уровень, опять-таки идентичность, это уже как раз-таки сексуальная ориентация. Что такое квир? А, квир, да. Ну, есть очень много понятий квира, то есть терминов или определений понятия квир столько же, сколько у самих квиров. Такая большая ошибка. Например, моё определение к квирности или квир. Вообще это слово, как бы изначально, оно имеет негативный контекст. Это слово приходит из английского языка, оно там пишется как queer. И вообще оригинально оно означает странный, это в принципе как бы эквивалент фрика, да, то есть фрик какой-то странный, непонятный, с негативной коннотацией, то есть ненормальный в каком-то плане, да, безумный. И таким, этим термином в Англии, в частности, называли геев, гомосексуал. То есть не говорили, что это геймен или там, хомосексуалмен, потому что тогда даже этого понятия не было. То есть вот Фуко как раз так говорит, что понятие гомосексуальности придумали в 19 веке психотерапевты в целом, которые обсуждали сексуальность слишком много и говорили там, это гомосексуальность, это какая-тость. Этот термин был придуман в 19 веке, а до этого, то есть было понятие queer, и вот так говорили, это джентльмен, queerный джентльмен, это церр, курсер или еще что-либо. Ну и естественно, оно как бы не было позитивным понятием, оно было обзывательным понятием. Но что произошло сейчас, очень много людей начинают идентифицировать тебя как queer, потому что произошел процесс, как бы это сказать? Присвоение. Присвоение, да, taking back. Получается, мы, ЛГБТ-активисты, в частности, присвоили это слово. То есть они сказали, да, я queer, и что тут такого? То есть этим самым они девалюировали, наверное, негативную коннотацию этого слова. То есть раньше говорили, да, ты queer, ты queer, ты queer. Люди прятались, да, вот это я не queer, ругались, или еще что-то, прятались от этого, еще что-то. А вот когда произошел процесс присвоения, они просто сказали, да, и что? Ну вот у меня как бы две руки, две ноги, и вообще я зарабатываю больше, чем ты, например. Были разные аргументы, конечно, ну, например, один аргумент был такой. И люди, которые назвали queer, как бы не находились, все-таки, ну ладно, ладно, хорошо. И все, в следующий раз они этого человека queer не обзывали. То есть вот произошел как раз такой процесс присвоения, и сейчас, наоборот, даже модно называть себя queer в каком-то там, ну, среди ЛГБТ-активистов. И вот, но тут очень важно делать все-таки, наверное, разделение, провести черту между queer и ЛГБТ, потому что все-таки это понятие идентичности, да, то есть есть люди, которые политически себя идентифицируют как лесбиянка, или как гей, как бисексуал или транссексуал. А есть люди, которые не идентифицируют себя как ЛГБТ, но идентифицируют себя как queer, тоже политически. Почему? Потому что queer, в принципе, это как бы зонтичное понятие. То есть все ЛГБТ в каком-то плане queer, но не все queer — LGBT, если это понятно, да? То есть вот сейчас я объясню. То есть queer — это человек, вот в моем понимании, да, например, это человек, который не приемлет ярлыков, лейблов. Полетит по политическим как раз таким принципам. Человек, который верит тому, что вот я человек, я люблю другого человека, и все равно, что вы обо мне думаете, я просто человек, который любит другого человека. Это не потому, что человек стесняется или еще что-то, а потому что этому человеку просто все равно на гендер, на сексуальную ориентацию и на многие другие качества, на многие другие критерии этого человека. Но опять-таки ЛГБТ, многие ЛГБТ-активисты могут не согласиться с этим, считая это трусостью в каком-то плане, например, что нет, я буду говорить, что я действительно лесбиянка, я люблю только женщин, например. То есть вот тут как раз так и кроется самая главная разница между лесбиянкой и queer женщиной, например. В том плане, что для queer женщины, так как для нее нету лейблов, нету ярлыков, да, понятий, да, бинарности и так далее, для этого человека нету разницы, кем является человек, которого она любит, queer женщина, да. То есть она может быть лесбиянка, это может быть бисексуалка, это может быть трансгендерный мужчина, это может быть трансгендерная женщина, это могут быть биологические мужчины, биологические женщины и так далее. То есть это человек, который воспринимает, ну то есть queerная женщина воспринимает своего партнера во всем спектре возможностей, идентичности этого человека. Но в то же самое время лесбиянка — это женщина, которая эксклюзивно любит женщин, которая идентифицируется как женщина, которая биологически является женщиной. То есть получается, лесбиянка себя лимитирует в строго определенные форматы. То есть только вот такая женщина, настоящая женщина, не силиконовая, вот только такая мне и нравится. И я горжусь этим, меня не скрывают, и я такая лесбиянка. То есть основное различие — это вот в этом, то, что квиры не различают гендер и сексуальную ориентацию своего партнера специально, политически, принципиально. А лесбиянки, геи — то же самое, бисексуалы. То есть очень часто тоже опять, например, путают, а какая разница тогда между бисексуалом и квиром. То есть бисексуал уже тоже и мужчин, и женщин. Но фишка как раз в том, что бисексуалы любят и мужчин, и женщин. Опять-таки. То есть есть навешивание ярлыков, да? То есть опять-таки лимитирование. То есть в формат бисексуалов, можно сказать, не подпадают люди, которые являются трансгендерными, например, агендерными, бигендерными и так далее. Чем квирность отличается от пансексуальности? Ну вот квирность от пансексуальности, наверное, не сильно отличаются. В принципе, наверное, пансексуальность и квирность — это понятие более-менее похожее. Но квирность, она просто в целом очень такое... А квирность — это больше идентичность, а пансексуальность, опять-таки, это сексуальные практики, да? Когда человеку, опять-таки, без разницы, с кем заниматься сексом. Правильно, потому что я всегда воспринимал квирность как раз-таки на том уровне гендерного выражения. Да. Что квиры, как правило, подрывают свой биологический пол, то есть своим гендерным выражением. Ну то есть есть, да. Это как культура, да? Есть понятие вообще квир и есть еще понятие гендер-квир. То есть гендер-квир. И как раз-таки гендерно-квирные люди как раз-таки это вот те люди, которые подрывают гендерное восприятие самого или самой себя и других там людей и так далее. То есть через поведение. То есть не обязательно, что гендерно-квирный человек будет квирным в сексуальной своей ориентации. То есть возможно, там, это парень, который всем кажется геймом, но на самом деле он гетеросексуал, он любит свою девушку, там еще что-нибудь. Но он политически-активистки гендерно-квирный, и он специально отрастил себе волосы, да, там, красит ногти, может быть, там, подкрашивает себе ресницы, или еще что-нибудь, то есть подрывает как бы все понятия мужественности. На уровне выражения. Да, на уровне самовыражения, получается, да. Ну и не только самовыражения, но и самоидентичности и так далее. Но это больше именно про выражение вот гендерно-квирное. А квиры в целом, это вот как раз-таки, оно включает в себя гендерно-квирных, сексуальную ориентацию, ну, многие вещи. Поэтому я и говорю, что квир — это, в принципе, зонтичное понятие. Сейчас оно может включать в себя новое. В то время как изолированные вот эти понятия, везбьянка, гей, транссексуал, трансгендер и так далее, не обязательно могут быть квирные. Ну, как и так. Еще вопросы какие-нибудь, если есть? Может, у вас есть? Нет, я просто, может быть, не к теме, но я думаю, если квир — это понятие, это было когда-то, в конце концов, присвоено, и оно уже стало вот этой не только политической позицией, я подумала про этих «Обон». Отряд баб особого назначения. Сейчас с помощью этого обзывания, да, пытаются стигматизировать вот любую политическую активность женщины. Да, и вот говорят, что это вот такие ужасные тетки, которые орут, которые там нарушают порядок, и надо их как бы облагородить, институциализировать, чтобы они стали приличным женским движением. Да. Я вот думаю, что можно ли вот это «Обон», слово «Обон» так вот присвоить? Мне кажется, очень даже легко можно присвоить. «Обон» и что? «Да, бабы». «Да, бабы»! Для особого назначения. То есть это все на самом деле зависит действительно от… Нет, я не слышу. Я думаю, что это довольно важный вопрос, потому что если вы помните депутат Джейнбеков, они же что придумали? Они говорят, что нужно принять закон против этих «Обон», а поскольку там начали возмущаться и говорить, что по «Обон» можно понимать кому угодно, там и дядьки ходят, вот, они говорят, тогда давайте назовем это деструктивной силой, и вот тебе, пожалуйста, да, а какого «Обон» можно назвать деструктивной силой, и в каталажку, если вдруг кому-то чего-то не нравится. Да, да. Это абсолютно деструктивный, может быть. Это очень даже к теме, на самом деле. Мне кажется, да. «Обон» Если песня, музыка, то там действительно мелодия. Мелодия. Хорошая песня. Да, «Обон». Кстати, да, тоже какой-то вариант. Как можно реконструировать, да? Деконструировали, реконструировали понятие «Обон». То есть это более позитивная ассоциация с музыкой, с мелодией. Ну и так далее. Там очень много вообще… Вообще, мне кажется, было бы классно, если бы женщина, если бы «Обон», действительно присвоила это понятие. И действительно говорили, да, да. И что? Должна быть, можно создать такую арт-группу. А арт-группу «Обон», да, как это, «Пусси Райт». Да, да. В принципе, да. «Обон Райт». Да. В Куркестане. Вот. В принципе, на этом лекция, ну не лекция, даже семинар, даже заканчивается. Дискуссия как такого почему-то не получилась, потому что я слишком много говорила, в отличие от предыдущих разов, но, видимо… Все задумались. Все задумались. Да. А свои предыдущие. Да, надеюсь, что все задумались, действительно. Потому что это все разное. Если можно, у меня возникло напряжение, в каком месте сына? Вот тогда приводился пример о том, почему вот у нас такой уровень, да, гомофобии, вот, трансфобии. Что вот позиция такая, что вот другие завидуют, да, потому что кто-то смог свободно там о себе заявить, а не пришлось вот всю жизнь на себя подавлять. Мне показалось, что это немножко такой аполитичный подход. Сказать, что люди тебе завидуют, это значит все это увести в такую нравственно-этическую плоскость, да, на самом деле. А мы еще все-таки хотим сказать, что на самом деле я же и не понимаю, что я, оказывается, подавляла вот это. Если я это присвоила, да, это я воспринимаю как норму. В этом смысле я, у меня даже не может возникнуть вот этой зависти к тому, что кто-то более свободно себя чувствует. Нет? Откуда у меня появится вот это чувство зависти к свободе, потому что если свобода не является моим, она не имеет никакого смысла здесь, свобода. Да, вот это интересный вопрос. На него есть ответ, я интуитивно чувствую. Сейчас славлю. У меня просто напряжение подкрывает. Ну да, на первый взгляд я согласна с вами, что это выглядит немного аполитично, но я все-таки считаю, что это больше все-таки политично в том плане, что мы говорим же об этой зависти, да, интернализированной, там, не знаю, подсознательной какой-то зависти, как раз-таки как продукт, результат подавления, как результат упражнения или эксплуат... Нет, не знаю. Применение власти... Это же мы их наделили этой завистью. У них нет никакой зависти. Может быть, она и рациональная, или что значит? Почему они будут завидовать? Может, просто слово не зависть, а какой-то... Да, зависть не... А почему они будут завидовать, если свободно, да? Нет, поряжаться, быть автономным с точки зрения своего тела, да? Но возмущаться тому, что тебя украли, да? Это не является ценностью, да? Это, наоборот, является ненормальным поведением. Может быть, сознательно. А тогда зачем... Почему я буду завидовать тому, что он другой сумасшедший? Девушка, которая возмутилась тому, что его украли, она сумасшедшая, да? Она дура вообще. Как она могла отказаться себе в таком счастье, быть украденной, да? И как тогда вот те люди, которые видят вот это сумасшедшее поведение, они могут завидовать? Они не завидуют, они ее жалеют. Вот в этом плане, я поняла, в чем основная эта... Потому что, скорее всего, вы, получается, исходите с той позиции, что изначально... То есть мы настолько подавлены, да, вот этой дисциплинарной властью, этим режимом власти, что у нас уже изначально нет понятия того, как может быть иначе. То есть мы изначально присвоили понятие нормы, да? Мы изначально присвоили это понятие нормы, и мы уже ее интернализировали, мы знаем, вот эта норма, а вот все, что остальное не подходит под норму, это патология. То есть вы из этого исходите? Вот отсюда, в принципе, ваш вопрос. А я, наверное, исхожу из того, что все-таки вот эта вот власть, как бы она... То есть для меня очень важно понять для того, что мы являемся как объектами, но в то же самое время мы являемся субъектами этой самой власти. А это подразумевает, что мы являемся как подавляемыми, да, но так и подавляющими. Получается, что у нас можно ли... Я вот как к тому, что можно ли с помощью категории зависти? Ну, то есть да, в моем понимании... Сознательной. То есть она может быть и сознательной. Но если она бессознательная, то это я им и приписываю эту зависть. Я как бы объясняю их вот это негативное поведение тем, что у них есть зависть. А это все невозможно. Это же мы, пока что. Как психология. Да, да, да. Это некая превращенная структура. То есть выражение одно, а за ним стоит на самом деле другое. Ну, так. Да. Кстати, я не знаю, насколько это подтверждение, может быть, твоего тезиса. Я не знаю, насколько это достоверное исследование или более спекулятивное, но буквально недавно, по-моему, это Гардиент опубликовала результаты исследований, что очень многие люди, придерживающие гомофобских взглядов, являются... ну, или... в какой-то степени подпадают под шкалу гомосексуальности. Эти тесты проводились... Там исследовалась какая-то группа людей, которые выражали... Там были... происходили из патриархальных семей, выражали эксплюцитно... гетеросексистские или гомофобные взгляды, но при этом вот этот тест на бессознательном... показывались картинки в каким-то очень минимальным количеством времени, да, и человек должен был отреагировать, да, если эти картинки ассоциировались либо с гетеросексуальной идентичностью, сексуальностью, или с гомосексуальной, да. И там какой-то довольно большой процент гомофоб... гомофобски настроенных людей идентифицировал себя вот в этом тесте на бессознательное, да, с гомосексуальными отразами. То есть в какой-то степени может быть вот это... в том, что ты говоришь, есть, как бы, двое право... Я не знаю, насколько этому, допустим, исследованию можно... Вообще, как бы, моя синтез, она была... она не претендовала, как бы, на абсолютность, да, то есть это было предположение, но все-таки я считаю, что есть, как бы, основа для этого предположения, потому что если мы говорим о подавлении, значит, есть что подавлять, правильно? Если нету, как бы, то, чему подавлялись, если люди все настолько интернализировали норму, то тогда... А смысл в подавлении получается? Значит, мы живем уже в прекрасном обществе, в котором все стали нормальны, это мой бодрян говорил, забыть фуко. Вы хотите свои... с помощью категории сексуальность анализировать отношения в общество, где сексуальности не было, значит, ее и не подавляли. Вот он же поэтому и пытался... насколько вообще то, что... то, как... тот метод, который использовал, фуко, можно использовать в других обществах, где сексуальности не было. не, ну сейчас... Нет, 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 это абсолютно... кстати, это очень абсолютно валидный аргумент. Я с этим согласна. То есть, это вообще, на самом деле, другой, как бы, уровень обсуждения, потому что, ну, действительно, как бы, вот, критика общества, да, критика цивилизации, но фуко, в принципе, как бы, и не претендует, на самом деле, на абсолютность, да. То есть, он даже изначально в своих книгах пишет, что он, он исследует или препарирует пре-доминанцию, да, там, я не знаю, в частности, именно западное, европейское общество, да. То есть, понятное дело, что, как бы, вот его тезисы, в принципе, наверное, не будут подходить к обществу. Нет, я здесь... Не хочу сейчас ориентализации, да, но в то же самое... В том числе этой категории нельзя анализировать то, что у нас есть, но это вопрос, а подряд. Нет, но в то же самое время, я считаю, что, в принципе, мы имеем право, не то, что право, мы оправданы в том, что мы используем тезисы фуков в нашем обществе, потому что, как раз таки, наше общество очень сильно подвержено доминации западной культуры, западной... То есть, это западная гегемония, да, культурная гегемония идет на наше общество. То есть, мы уже, на самом деле, намного более... Да, наше какое... Да, наше какое... Да, наше какое суть, да. Ну, наше, которое... Ну, опять впадает запад, восток. Да, ариентализм мусульманское. Абсолютно. Это тоже очень большой вопрос. Да. Запад, где восток, где юг и север, да? Ну, это вообще, да, это вопросы для нормы следующих. Я не знаю, в марксизме будет это обсуждаться, но это тоже, кстати, интересная тема. Да, это очень интересная тема для моих вообще исследований, академических, например. Я просто очень сильно, как бы, критикую понятие либеральности, там, либерализма и всяких вот этих демократий, импортированных понятий. Но, в принципе, на самом деле, определить, где запад и где восток невозможно, потому что шар круглый, как бы земной шар. Для нас мы можем быть на Западе, а для других на Востоке и так далее, да? То есть, ну, это ориентализм постоянно. Но в любом случае, я думаю, что географически, политически мы можем говорить об ориентализации политики. Почему? Потому что есть страны, которые политически воспринимаются как западноевропейские или англосаксонские, да, в данном случае. То есть это Америка, Европа, Европейский Союз, которые импортируют свои культурные ценности во все остальные страны, которые не являются англосаксонскими. И вот это вот очень... Я, например, просто на эту тему и писала, да? То есть очень важно, почему они это делают. То есть это все исходит из как раз-таки вот этого ориентализма, да? То есть когда мир делится на Запад и на Восток, и опять-таки Запад, так как в то время Запад получил... Ну, во время экспансии, да, вот такой глобальной колонизации и так далее, колонизирование... Последняя как бы волна колонизации была со стороны так называемого Запада, да? То есть они были доминантными, они были гегемонами. Естественно, получается, опять-таки, когда мы говорим про бинарности, то мы, принимая во внимание, кто был гегемоном, мы понимаем, что рациональное, правильное, разумное, цивилизованное, это все было то, что называется Западом. А все, что не было Западом, все, что было восточное, да, там и так далее, оно было женственное, слабое, иррациональное, варварское, это нецивилизованное и так далее, неразумное, да? И, то есть, получается, была такая некая, в принципе, цивилизационная миссия у этого Запада принести мир, принести просвещение, цивилизацию в эти нецивилизованные, варварские, женские, как раз таки. То есть это очень важно было, да? То есть Восток, выглядел, Восток был женщиной для Запада, то есть Запад был мужчиной, Восток был женщиной, податливой женщиной, женщиной, которой нужно воевать, которую нужно, в принципе поиметь грубо говоря хитрая хитрая женщина непонятно женщина который невозможно доверять это тоже очень важный момент и поэтому как раз так вот этот цивилизационный проект он имел очень вот вот это верховенство закона да тут очень интересно как раз как она входит в эту дискуссию почему это понятие так сильно экспортируется вне западной страны именно потому что и на востоку нельзя доверять восток дело тонкое восток дело хитрое восток дело не постоянно не стабильно то есть сегодня не решили так завтра не решили по-другому с ними нельзя иметь дело с ними нельзя иметь бизнес в каком-то плане для того чтобы иметь с ними бизнес и иметь с ними дело каков каком-то на каком-то уровне естественно чтобы этот бизнес был более выгоден выгоден западу нужно сначала обучить этот восток не будет не образованные варварские нити в зону восток и нас обучают правилам нам говорят вот есть конституция есть такое там есть права человека то есть все это делается для того чтобы мы интернализировали мы в данном случае опять таки тоже это конструктор не запад интернализировал понятие того что если ты сказал да если ты поставил свою подпись значит завтра ты не можешь сказать что ты этого не делал то есть если ты согласился продать аляску завтра ты уже не можешь отобрать у меня это даже подписала то есть как бы вот на этом основании происходило вот это все противо да и весь цивилизационный проект это не значит что завтра расступил так будет другом оставайся в этом в итоге следует всем эти правила а правила естественно опять таки придуманы кем не демон да то есть это западная тоже не про это уйти от войны против всех это тоже один из моментов напряжения который случился здесь как бы с одной стороны да все ужасы с ипога просвещения беды но это так же не бывает что это все однозначно конечно да вот как раз таки это вот тот вопрос который я самом начале еще задавала то есть насколько вообще вот тут мы сейчас как бы там конечно продукты деконструируем да мы все это дело но с другой стороны действительно это же ведь что-то есть конструктивные как раз таки тут нужно вспомнить то что говорил фуко про власть то есть вот он говорил очень много это право есть как она репрессивная какая она тоталитарная и так далее и в то же самое время у него очень интересный момент который я вначале не понимала но чем больше как бы я читал тем больше чем больше я размышляла вот меня сладко все больше понимать что он между в то же самое время время эта власть она конструктивная она созидающая и фуко как раз таки то есть если бы не было вот это дисциплинарной власти действительно не было бы того что у нас есть сейчас то есть эта власть создала идентичности такие как гомосексуальность в этом гомосексуал институты различные институты власти институты семьи брака и так далее то есть все это является продуктом вот этой самой власти то есть все это является как раз таки условием того что мы живем в порядке условиях принципе цивилизации и как раз таки в этом плане да то есть в этом 2 рациональность и есть и в этом плане тоже тоже интересно подумать вообще то есть это вот как раз таки вопрос насколько нужно идти или нужно ли копать постоянно под эту рациональность если она как бы созидающая есть ли у нас альтернатива этой цивилизации которая строится на том что есть эти конструкции это было вообще вопросом как раз для дискуссии но не знаю времени кажется нас не будет может быть уже устали не знаю но как бы это по крайней мере эта тема для для собственного размышления